МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Как дела? Сегодня я хочу рассказать вам о том, как мы ездили в Брайтон на парад русалок. Что это за мероприятие и как оно проходит, я расскажу вам в этом выпуске. Вообще, Брайтон находится всего лишь в 80 километрах к югу от Лондона и считается главным основным морским побережьем Лондона, куда мы, например, выезжаем практически каждый выходной летом. Если погода хорошая и позволяет для того, чтобы покупаться и позагорать, и получить дозу солнечных лучей. Путешествие занимает не более полутора часа. Мы пользуемся поездами Тэмс Линк, где билет туда и обратно стоит 12.50. Выходные – это цена со скидкой, потому что это считается не час пик. Время – не час пик. И, значит, этими поездами мы доезжаем буквально за час и 15 минут от центра Лондона, будь то Лондон Бридж или Лондон Блэк Фрайер остановки. Расскажу вам о том, как попасть на поезд так, чтобы занять места в поезде. Если погода позволяет, все, абсолютно все выезжают на солнечное морское побережье, чтобы позагорать. Мы для этого выезжаем очень рано, часов в 8, в 9, потому что в 10 часов уже не сесть. Поезда идут из Брэдфорда, это пригород Лондона, и там поезда уже полностью забиты прямо с первой остановки. Поэтому, если часов в 8, в 9 вы попадете на Лондон Бридж или Лондон Блэк Фрайерс, лучше Лондон Блэк Фрайерс, потому что он за остановку до Лондон Бридж, то сесть еще есть шанс. Стоять, конечно, час-пятнадцать очень тяжело. Но люди садятся просто на пол рядом со входами и встают, когда кому-то надо выйти на какой-либо остановке. Про Брайтон, про сам Брайтон я расскажу вам в следующих выпусках. А про парад русалок, как я о нем узнала, совершенно случайно, именно в тот день, два года назад, я была на побережье, и кто-то барабанил, туда-сюда ходил, я слышала сзади. То есть я лежала, загорала, купалась, но слышала постоянно, и меня это раздражали, эти звуки, постоянно барабаны, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, и что-то там происходит. В итоге время было к тому, чтобы возвращаться домой, и мы пошли, я не помню, с кем я была, и мы пошли на станцию. И как раз, когда выходили с пляжа, увидели, что там идут русалки, все такие наряженные, красивые, с какими-то юбками в виде хвостов русалок. Очень было интересно. Ну, я сняла и как бы запустила это в новостную съемку. Что это было, я не знала, поэтому я поресечила, как тут говорится, то есть поискала информацию, погуглила, и оказалось, что это был марш русалок. Что за марш русалок, я так и не поняла, ну, как бы марш и марш. Но красиво. Они ходят, барабанят, там что-то танцуют. И оказывается, то есть в следующем году, то есть в том году, я хотела тоже поехать, но парад почему-то отменился. И я ждала вот этого года, чтобы попасть на этот парад, точнее там марш русалок. Марш – это означает протест. Оказалось, они протестуют против того, чтобы жители и гости побережья засоряли пляж всякими пластмассой, банками, консервами, жестяными. И так далее. То есть это марш в поддержку чистоты, в поддержку ноу-пластика, как они говорят, без пластика. Жизнь без пластика, жизнь не загрязнять океан, не загрязнять моря и так далее. В этом году я специально пошла, не стала загорать со всеми, а специально пошла искать этот парад, где они там собирались, что они там делали. И хотела посмотреть изначально, сначала и практически до конца. Значит, они собирались на неком таком поле, напротив старого пирса. Отдыхали, как бы как пикничок такой. Обедали, некий ланч, немножечко что-то там выпивали. То есть такой легкий пикник. Помимо этого они там махали своими хвостами, кто-то был с реальными хвостами. Кто-то сидел в жемчужной ракушке. Я ходила, спрашивала, можно ли вас сфотографировать. Все были счастливы и довольны, что их фотографируют. Даже кто-то меня хотел завербовать в русалку. Женщина, которая сидела в ракушке, она говорит, а вы не хотите стать русалкой? Я говорю, ой, нет, извините мне, я просто поснимаю, можно? Так, да, да, конечно. Ну что, волосы длинные, высокие, а можно и русалкой побывать, почему нет. После этого они, по-моему, в два часа ровно собрались, встали и начали свое шествие по всей набережной, привлекая внимание посетителей пляжа и городских жителей. Женщина, которая организатор всего этого действия, шла впереди и кричала в рупор. Мы не хотим загрязнения окружающей среды, мы за то, чтобы море было чистым, побережье сохранялось без потребительского мусора и так далее. Вообще эта тема очень распространена тут. Наверняка вы уже слышали про экологические забастовки, которые вот в Лондоне длились пять дней, недавно, в мае, по-моему. Поэтому люди начинают понимать, что пластик, мусор, любой потребительский загрязняет нашу планету, и скоро мы все умрем от того, что планета не выдержит этого. И вот такими маленькими маршами люди пытаются добиться чего-то, ну как бы внимания привлечь к этой проблеме. Помимо этого я слышала, что на этой неделе эти же люди, которые участвовали в марше русалок, собрались, по-моему, вчера в субботу и собирали мусор по всему побережью Прайдена. То есть некие акции такие проходят. Достаточно хорошее мероприятие, очень веселое, все танцевали, были счастливы и довольны. Даже я немножечко там поплясала, пока были некие остановки такие, где люди даже их обучали танцевать, какие-то движения показывали. Было весело. Марши в Лондоне проходят тоже очень много. Вчера я была на марше протести против Брексита. Тут ожидается, что Борис Джонсон станет новым лидером страны, а он хочет добиться Брексита, то есть выхода из Евросоюза и даже готов, без каких-либо договоренностей, готов выйти из Евросоюза, лишь бы уже выйти. Люди, конечно, против, очень часто собираются протесты против того, чтобы Британия вышла из Евросоюза. Я хожу, все это снимаю. Ну, не думаю, что вам будет интересно посмотреть эти протесты, но если будет интересно, то оставляйте комментарии, и я тогда вам расскажу про них тоже. Ну вот, пока и все. До новых встреч. Увидимся в следующих роликах. Пока.